Для любого натурального числа n числа 8 в степени n плюс 1 и 5 умножить на 4 в степени n плюс 1 составные. Давайте поймем, почему. Это совсем просто. 8 – это 2 в кубе. Поэтому на самом деле надо написать 2 в степени n в кубе плюс 1 в кубе. Ну а сумма кубов делится на сумму самих этих числов. 2 в степени n минус 2 в степени n плюс 1. Это частное, а вот этого вот. Такого не бывает, потому что 2 в степени n плюс 1 меньше, чем 80 в степени n плюс 1 и при этом больше единицы. Значит, составное. Почему это число составное? Да потому что на 3 делится. Смотрите, при делении на 3 пункт дает остатки 2, а 4 дает остатки 1. 1 в степени n остаток 1, 2 плюс 1, конечно же, делится на 3. Следующая задача немножко сложнее. Существует бесконечно много составных чисел, которые в десятичной системе числений записываются как единица, много-много нулей и тройка. В общем, если спросить о простых числах, то вдруг окажется, что никто не знает. Конечно или бесконечно множество таких простых чисел неизвестно. Вообще в арифметике огромное количество есть задач, которые легко поставить и на которые совершенно непонятно, как можно отвечать. Но про составные легко. Даже вот два решения здесь написано. Смотрите, в одном случае в качестве числа n возьмем 12k плюс 1 и смотреть будем по модулю 13. Благодаря малой теории формы 10 в 12 степени дает остаток 1 при делении на 13. И значит, получается 10 плюс 3 делится на 13. А в другом случае будем смотреть по модулю 7. А в качестве n возьмем 6k плюс 4. Опять-таки, благодаря малой теории формы 10 в 6 это единица по модулю 7. Ну и здесь легкое вычисление. 10 в 4 по модулю 7 это то же самое, что 3 в 4, то есть 81. 81 плюс 3 это 84, а 84 делится на 7. Пусть А, Б, С натуральные числа, причем Б больше единицы. Докажем, что среди чисел вида А умножить на Б в степени n плюс С бесконечно много составных чисел. Для этого возьмем число А, Б плюс С. Ну, у нас Б больше единицы, А и Ц натуральные, поэтому А, Б плюс С больше единицы. И любой его простой делитель Б. Любой простой делитель Б. Дальше, вариант, если Б делится на Б, то, собственно, проблем никаких, потому что тогда n берете любое, и все равно будет делиться на Б. И начиная с двойки, уже будут все подряд составы нечислены. Если же Б не делится, то в таком случае в качестве n годятся числа вида единица плюс П минус 1 умножить на m. Потому что, по малой теореме Ферма, если Б не делится на Б, то Б в Б минус 1 сравнимо с единицей. Значит, вот Б в такой степени тоже будет сравнимо с единицей. И делим все, что будет все хорошо.